Все скажите это вслух вместе со мной. Ешуа. Ешуа. Это еврейское имя Иисуса. Нет такой личности в истории, которого бы звали Яшуа, Мессия Израиля. Забудьте это. Это неправильно. Или Ягушуа. Или любые другие имена, которые придумывают люди. Честно, это фикция, это нелепость. Вы не найдете этого ни в одних древних писаниях, в каких бы то ни было. Такого имени не существует. И оно также противоречит всем древним лингвистическим принципам, согласно которым, как нам известно, функционировал иврит. Послушайте, это действительно очень-очень просто. Ешуа. И там нет R в конце. И там нет I. Ешуа. Ешуа. Это краткая форма Ягушуа. Ягушуа. Это имя, из которого мы получаем Джошуа, Иисус Навин. Другой краткой формой Ягушуа был Хошея, Осия. Так называли Иисуса Навина в первых книгах Библии. Например, в книге чисел его называют несколькими различными способами. В книге Иисуса Навина он Ягушуа. Его также называют Хошея. Но затем есть краткая форма этого имени. И мы находим эту краткую форму в книгах Ездры и Ниемии. После возвращения из изгнания Бавилонского плена первосвященником был Ягушуа. Он упоминается, например, в третьей и шестой главах книги Захарии – Ягушуа. Но он также появляется под именем Яшуа. Оно встречается около 27 раз в Танахе. Это имя встречается у пяти различных людей. Но наиболее известный случай – это имя первосвященника, служившего после возвращения из изгнания – Ягушуа, сын Йоседеков. И это то имя, из которого мы получаем греческое «Иисус». Иисус. Оно происходит от имени Яшуа. Об этом говорит вся древняя литература, будь то арамейские документы, будь то греческие документы. Они указывают на форму имени, которое мы находим в Танахе – Яшуа. В этом действительно нет никакой тайны. Откуда люди берут эту идею, что его имя было Яшуа? Из своей собственной головы, из своего собственного мозга. Послушайте, я защитил диссертацию по ближневосточным языкам и литературе. Я могу авторитетно говорить об этом. Если у вас есть имя Бога в начале израильского имени, оно изменяется и трансформируется больше от имени Яхве. Оно трансформируется и становится, скажем, формой типа Егу. Отсюда Ягушуа. Оно трансформируется вот такими различными способами. Оно изменяется. Если оно стоит в конце, как, например, в конце имени Ильи, тогда звучит как Элиягу. Вот так оно трансформируется и изменяется, сокращается. Это очень распространено в древних языках, когда имена видоизменяются. Итак, мы начинаем с Ягушуа, затем оно сокращается до Яшуа. Опять же, это то, что называется краткая форма имени, как бы прозвище. Именно так образовывались и развивались имена. В этом действительно нет ничего таинственного. В следующий раз, когда кто-то скажет вам «Яшуа», скажите, о ком вы говорите? Он никогда не существовал. Когда будут говорить «Ягушуа», забудьте об этом. Если скажут, если вы не будете произносить имя правильно, оно не будет иметь силы. Знаете, это нонсенс. Новый Завет дан нам на греческом. Все сохранившиеся у нас древние документы на греческом. Если какая-то часть и была первоначально на иврите или арамейском, она не сохранилась. Но мы знаем, что даже изначально практически все его части были на греческом, если не вообще все. Все очень просто. Изначально его назвали Иисус. Почему? Потому что дело не в том, как вы произносите имя. Сила в том, кто он такой. Но нет никаких причин создавать имя, которого никогда не существало. Яшуа или Ягушуа. Забудьте об этом. Яшуа, если вы хотите использовать подлинное еврейское имя, которым назвали его родители, Яшуа, вот это имя.